Начиная примерно с IV века н.э. Западная Европа испытывала серьёзные социально-культурные и экономические преобразования. Период перехода от поздней античности к раннему средневековью сопровождался двумя важными событиями, такими как крах Западной Римской империи и великое переселение народов. Это сопровождалось вторжением различных западных и восточных варварских племён или нероманизированных народов, такими как готы, франки, англосаксы, вандалы, гуны и лангобарды. Однако письменные отчёты об этих событиях не многословны, стереотипны и в значительной степени написаны десятилетиями или даже столетиями спустя, потому как сами варвары того периода не оставили никаких письменных отчётов. Поэтому изучать структуру их обществ приходится по археологическим останкам, погребальному инвентарю и обрядам, но они также не многословны и не дают ответов на многие вопросы. Были ли эти варварские народы родственно связаны, или они были образованы случайными союзами различных слабосвязанных между собой групп? Какую роль в организации этих варварских общин играла биологическая близость, и как эти отношения связаны с формами материальной культуры, а также был ли этот период связан с миграциями на большие расстояния, как это описывали поздние античные авторы. Одной из таких групп являются лонгобарды, древнегерманское племя, также известные как ломбарды или длиннобородые. В начале первого века н.э. римский историк Вилли Петерку, описывая военную экспедицию Тиберия, в которой он сам участвовал около десятого года н.э., перечислил среди народов, обеждённых римлянами, лонгобардов, написав, что эти люди превосходили даже германцев в дикости. Лонгобарды изначально описывались как народ, живущий на восточных берегах Эльбы. После ранних упоминаний лонгобарды исчезают из римских текстов. Упоминания о них снова появляются около 490 года н.э., но они, по мнению византийского историка Прокопия, являются христианами под господством герулов, проживающие к северу от Дуная, откуда они затем распространились по римской провинции Панония, убив короля герулов Радульфа. Панония территориально была расположена на территориях современных Венгрии, Восточной Австрии и территориях бывшей Югославии, к северу от исторической области Далмация. В 568 году н.э. король лонгобардов Альбаин привёл этнически смешанное население в Италию, где они установили королевство, покрывающее большую часть страны до 774 года н.э. Один из немногих текстов тех времён, описывающий социальную структуру и передвижение лонгобардов, принадлежит римскому епископу Марию Аванжскому, который утверждал, что король лонгобардов Альбаин со своей армией покинул и сжёг свою страну Панонию, а после этого вместе со своими женщинами и всем своим народом оккупировал Италию в фаре. Энтимология слова фара неоднозначна, от значения путешествовать до смешанных воинских частей. Многочисленные древние кладбища в Панонии и Италии 6-7 веков, в целом демонстрируют схожие погребальные обычаи и инвентарь, что соответствует историческим данным о миграциях лонгобардов, а в новом исследовании учёные изучали геномные данные 63-х человек из захоронений солода в Западной Венгрии и коленью в Северной Италии. В этой работе целью была не этническая принадлежность отдельных захороненных людей, а изучение социальной организации этих сообществ в целом и их миграций, потому как этническая идентификация в те времена была делом добровольным с учётом массового переселения народов. К примеру, если хочешь быть лонгобардом, отращивай бороду и вперёд, а понравилась девушка из алиманов или герулов, сражайся за эти племена и союзы, разонравилась – ушёл к вандалам и через Испанию в Африку. Хотя на самом деле всё могло быть гораздо сложнее, в зависимости от воспитания и среды обитания. Хотя исследования также показывают, что без родственных связей высокий статус трудно получить. В результате исследований оба кладбища демонстрируют схожие генетические наборы, несмотря на расстояние между ними в 820 км. Большинство захороненных были представителями Центральной и Северной Европы с небольшой примесью финнов, а остальная часть менее половины были тосканцы, проживавшие в те времена на территории современной Италии с примесью Иберов из соседнего Иберийского полуострова. Упрощённо их можно разделить на южан и северян. Как в Солоде, так и в Коленью генетическая структура отражена в практике погребений, а именно как живые члены сообщества представляют людей, которых они похоронили. Захоронения были организованы вокруг родственников из трёх поколений, преимущественно представителей Северной и Центральной Европы. Эти индивиды отличаются от других ещё по ряду признаков, таких как доступ к питанию с большим количеством животных белков, их могилы занимают видные места на кладбище и самые старые захороненные люди на кладбище также из северян. Интересно и то, что на обоих кладбищах обнаружены лошади без голов. Все взрослые и подростки имели оружие, а женщины к мужчинам присоединялись, вероятно, по пути. На это указывают разнообразные генетические и изотопные показатели у них. Также, судя по характеру захоронения, группы организовывались вокруг одной, с более высоким статусом, из северных и центральных регионов Европы. Один из северян Солоди был, вероятно, с наиболее высоким статусом, потому как его погребение было самым глубоким и включало весы и лошадь. Помимо этого, поскольку почти все взрослые были не местные, учёные предположили, что это и может быть исторически описанная фара во время миграций. Оставшаяся часть этого сообщества южноевропейского генетического происхождения, занимает преимущественно юго-восточную часть кладбищ. Они захоронены в случайно ориентированных могилах с прямыми стенами и без погребального инвентаря, что указывает на то, что они принадлежат к другой социальной группе, но не мигрировали совместно с северянами, согласно изотопам Стронция. Хотя отсутствие погребального инвентаря не означает низкий социальный статус. Оба кладбища хронологически пересекаются с исторически задокументированной миграцией лангобардов из Панонии в Италию в конце VI века. Исследователи также подчёркивают, что северяне доминируют как в Солоде, так и в Коленью, и что генетические данные лангобардов не похожи на современные генетические наборы ни в Венгрии, ни в Северной Италии. Образцы северян из Солода и Коленью генетически ближе к населению Бронзового века к северу от Венгрии, чем к самой Венгрии. А это может указывать на то, что лангобарды до миграций жили к востоку от Рейна и к северу от Дуная, что согласуется с древними текстами и параллельными исследованиями, связанными с другими древнегерманскими племенами. Также подтверждается и тот факт, что если имеются данные о миграциях племен и групп, то это не означает, что те или иные группы генетически однородны. А чем ближе к нашему времени, самоидентификация становится обычным явлением при отсутствии ярко выраженных внешних отличий. А я на этом не прощаюсь, не забывайте оставлять комментарии и подписываться на канал. Также для желающих поддержать канал ссылка в описании к видео.